Ну всё, приехал я домой, довольный как слон. Всё получилось практически так, как я и хотел. Айфон я всё-таки купил. Ну всё, ребят, короче, забрал айфон и вот Apple Watch, который я купил. Ребята, купил. Есть. Я делаю это каждый год, и мне это ни капельки не надоело. Айфон 13 Pro уже здесь. Вы спросите, почему не белый, как обычно? Потому что не было в наличии. Я приобрёл золотой и думаю, что ни капельки в этом не проиграл. Вообще, каждый год до этого я покупал версии подешевле. XR 11, 12 iPhone тратить 100 тысяч на Pro версию мне не хотелось. Но в этом году, когда я посмотрел первые картинки после презентации, iPhone 13 Pro смотрел на меня своими объективами, как кот из Шрека. И я просто не смог устоять. Я решил, что вот с такой камерой iPhone я точно должен протестировать. Нажми под видео такую красную кнопочку, сделай её серой, ты останешься со мной и не пропустишь годных видосов. Теперь поехали. На самом деле, кто не знал, ребят, в этом году Apple выпустила две версии iPhone 13 Pro. Это обычный iPhone 13 Pro и Fun Edition. Fun Edition означает, что Apple учла все пожелания покупателей. Напомню, что 12 iPhone поставлялся вот в такой узенькой коробочке, в которой лежал только кабель и сам iPhone. А теперь давайте взглянем на упаковку от iPhone 13 Pro Fun Edition. Расширенная комплектация. Давайте посмотрим, учла ли Apple все наши пожелания. Всё-таки мы платим немаленькие деньги, согласитесь. Итак, что мы видим в комплекте? Во-первых, AirPods. Давно плакали, что убрали наушники, и вот вам беспроводные сразу в подарок. Плакали, что вам мало кабелей зарядок? Вот, пожалуйста. Хватит на 7 лет вперёд. Можно не бояться за окружающую среду. Ну, и за четверг. Apple Watch. Защитная плёнка, прямо как у Xiaomi. Ну и сам iPhone. Как вы видите, в Fun Edition версии iPhone тоже обёрнут в плёнку, прямо как раньше. Для тех, кто не понял, я, конечно же, всё это выдумал. iPhone поставляется просто вот в такой вот коробочке. Никаких дополнительных плюшек нету, и даже плёнку они из комплекта убрали. Меня сподвигло снять вот эту вот распаковку Fun Edition версии с расширенной комплектации. Ныть её в интернете по поводу того, что Apple убрала плёнки с коробки от iPhone. Реально, люди раньше, ну ладно, я понимаю, зарядку там убрали, наушники, есть деньги 100 тысяч на iPhone, но нету 1000 рублей на зарядку. Но, когда люди стали плакать о том, что Apple убрала вот эту плёнку и сделала вот такие вот хлястики, я, честно говоря, вообще этого не понимаю. Где логика? По-моему, нет разницы абсолютно, и так даже лучше. Ту упаковку плёночную можно было вскрыть и повторно запечатать, то есть украсть iPhone из комплекта. Здесь же вот это вот подделать будет практически нереально. То есть мы с вами берём, отрываем хлястик и всё. Согласитесь, по-моему, на коробке он немножко страшнее выглядит, чем в жизни. И вот оно. То, ради чего я и купил именно Pro-версию. Посмотрите, насколько огромный и красивый модуль. Ещё после выхода iPhone 11 Pro мне очень понравился этот дизайн, и теперь они его возвели просто в абсолют. Во главе угла всего iPhone стоит именно вот этот вот трёхкамерный модуль, который просто огромен. Посмотрите, мой большой палец реально меньше, чем этот модуль, чем одна камера. Если мы сравним, к примеру, этот модуль с камерой iPhone XR, мы понимаем, насколько вообще они огромные. Напомню, что в iPhone XR камера сильно выпирает, торчит, и все жаловались на то, что она больших размеров. Ну и гляньте теперь на неё. Ну а вот чисто для сравнения камера iPhone 4S, которая, кстати, в своё время очень неплохо фотографировала. И именно с iPhone 4S я начал увлекаться мобильной фотографией. Другой вопрос, как теперь защищать этот смартфон? Ведь если мы покупаем стандартный чехол вот с таким вот квадратным вырезом, то дураку понятно, что мы никак не сможем защитить эту огромную шайбу. Она просто будет царапаться обо всё, и нужно будет какие-то клеить защитки, наверное. Комплект iPhone можно дальше не рассматривать, это не фан-версия всё-таки. Это обычный iPhone просто с кабелем. Ну и сам телефончик. Как всегда, у нас вот такая картонная плёночка наклеена. И давайте оценим его уменьшившуюся чёлку. Честно слово, я всё ещё не включал этот iPhone 13 Pro, и до сих пор для меня это как какой-то новый необычный опыт. В руках это держится не просто как телефон, а как ювелирное изделие. Он очень классно лежит в руке, он компактный, при этом выглядит просто космически. Как я вначале сказал, этот iPhone смотрит на меня своими линзами, как кот из Шрека, выпучив глаза и просто завораживает. Просто космический дизайн. Вау. Да, это iOS 15, у неё такое необычное приветствие. И можно сказать, пока стандартные белые заставки с надписью Hello. Теперь она у нас вот такая вот необычная. 120 Гц. Да, кстати, ребят. Я думаю, многие сейчас напишут, что не замечаю 120 Гц. Открою секрет, видео записано в 24 кадра, поэтому вы это оценить не можете. Я своими глазками сейчас смотрю на iPhone, и да, он шустрее, но честно говоря, iPhone и так очень быстрый и шустрый, и поэтому прочувствовать полноценно вот эту вот 120 Гц матрицу, наверное, сейчас я не смогу. Ну реально, 12-ка тоже быстрая была, и какой-то космической разницы я не вижу. Но вот в чём разницу я замечаю, это, конечно же, в чёлке. И на самом деле для меня даже важно не столько вот этот уменьшившийся размер чёлки, сколько перенос разговорного динамика. В стандартном iPhone динамик выглядит вот так. Дырка посреди стекла. И она прям постоянно забивается грязью. Это не очень удобно, и всегда нужно продувать её, прочищать. И вот здесь вот Apple сделали, по примеру, компании Samsung. У них также разговорный динамик вынесен на край экрана, и, по сути, наверное, он теперь должен меньше засоряться. Я очень надеюсь, что так будет. Ну да, уменьшившаяся чёлка, это прикольно, и в скором времени, я надеюсь, она вообще пропадёт. И тогда мы получим безумно красивый, ну, к примеру, iPhone 15 Pro, который будет у нас абсолютно без чёлок, и вот с таким вот симметричным красивым экраном. Ну блин, представьте, вот реально, Apple только стоит чёлку убрать, и его дизайн станет просто совершенным. Сегодня объявляю день резких высказываний и заявлений, и я смело могу сказать, что iPhone 13 Pro – это самый красивый смартфон в мире для меня. И самый красивый смартфон из тех, что я вообще когда-либо держал в руках. Да, были у него, конечно, конкурентики. iPhone 4 прямо сейчас запереживал. Но при всём при этом, безусловно, для меня iPhone 13 Pro – это фаворит как по красоте, ну и, конечно же, по функционалу. Это отличное устройство, но не стоит забывать, что стоит эта скотина всё-таки 100 тысяч рублей. Если быть точнее, то от 100 тысяч рублей. Что можно купить за эти деньги? На самом деле, до хрена можно купить за эти деньги. Машину, компьютер, там, не знаю, человека. Напишите в комментариях, что бы ты купил на 100 тысяч рублей, и если ты купил бы iPhone 13 Pro так же, как это сделал я, поставь лайк под этот ролик. Подписывайтесь на канал, в скором времени здесь выйдет полноценный обзор 13 Pro, выйдет видео про iPad mini 6, да и вообще много чего ещё выйдет. Чтобы не пропустить, обязательно подпишись на канал. Всего тебе хорошего, покупай только правильные гаджеты, желательно те, про которые я рассказываю, потому что про говно я не рассказываю, как правило. Почаще улыбайтесь и пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!